Добрый день! В эфире программа Мимонод и в гостях у меня сегодня человек, которого я представил в анонсе как неформального и неформатного биографа Машины Времени. На самом деле это просто подруга Дней моих мятежных, Марианна Ефремова, с которой мы очень давно знакомы. Про Машину Времени она знает больше, чем любой на самом деле из официальных биографов. Не только потому, что она была супругой Валеры Ефремова, барабанщика группы, но потому, что она дружила с командой и потому, что она еще профессиональный телевизионщик, то есть человек, который умеет замечать те вещи, которые не замечают другие. Здравствуй, Мария. Здравствуй, Женя. Расскажи мне, когда ты работала в Москве 24? Мы с тобой там не пересеклись, потому что я сейчас там работаю, а вот знаю, что ты там тоже работала. В каком качестве и когда? Москва 24 – это, будем говорить, третья кнопка. На московском канале я работала месяца 4 в суровые годы СССР. То есть у меня там, я была редактором, но мне там не понравилось, там очень было скучно и нудно до того времени. Вот поэтому, в общем-то, формат Москва 24 – это у меня ассоциируется с форматом как третья кнопка московского. А на первом канале когда ты работала? На первом канале я на телевидение пришла в 80-м году, в конце 80-го. Я пришла работать в телерадиофонд, проработав там 8 месяцев. Я постепенно поняла, что мне там скучно. И постепенно я стала осваивать АЗИ телевидение, будем так говорить, информативные программы. И я ушла в редакцию информации, где мы там успешно сотрудничали с, будем говорить, с первой супругой, Леной Макалевич. Фессуненко. Да, Фессуненко. Поэтому, в общем, на телевидении мне очень близко. Я проработала в программе до 94-го года. Потом по обстоятельствам некоторым я ушла. А ты в 80-м году, когда пришла на Первый канал, ты уже была женой машиниста? Да. Да. Мы с Валерой поженились 24-го июля 1980-го года. Это была Олимпиада. Это была Олимпиада. В машине времени разве в Москве была? Да. Да, была в Москве. Москва была закрыта. И, в общем, здесь, будем говорить, наше бракосочетание связано и с радостными событиями, как Олимпиада, но и грустными событиями. Потому что 24-го у нас была свадьба, и, будем говорить, наш рок-н-роллный бомонд гулял на свадьбе. И мы догуляли до утра. А утром, зная, что все у нас, уже к утру позвонили и сказали, что умер Владимир Семенович Высоцкий. И мы все вместе поехали к театру. Это было рано-рано утром. Поэтому я достаточно ярко помню события. А мне казалось, что никто из машинистов не был знаком с Высоцким. Может быть, вы знаете, Жень, знаешь, может быть, и не был так близко знаком. Но в театре мы как-то пересекались. В театре пересекались, но, значит, уже дружили с Ермольником, уже был Росконцерт, поэтому, естественно, кто-то знаком. Но в этот день, конечно, просто стояла толпа людей. Утром рано собирались, практически уже не работало в чем метро, поэтому... Вот Росконцерт был упомянут. Переход машины времени в Росконцерт – это было для семей. Потому что для фанатов фанаты трактовали по-разному. Некоторые, как предательство рок-движения. А для семей это было радостное событие? То есть это стабильность, какая-то государственная крыша или деньги? Дело в том, что переход вообще в состояние перехода, будем говорить, профессионального, любительского в профессиональных, было очень интересно. Вот для меня лично, для нашей семьи с Валерой было сложно и легко. Потому что первый был переход бросить... Валера закончил университет, он сдал кандидатский миниумум. Какой? Химфакультет. Сдал кандидатский миниумум и, в общем-то, пророчили ему очень хорошую карьеру научного сотрудника, как и его родители, химика. И когда был переход, просто уже нельзя было совместить химфизику, науку и гастрольный график, был уже... И это было очень-очень сложно, и в результате это наиболее болезненный был переход, оставить стабильную работу и уйти в никуда. Ну, прям уж никуда. Машина времени гремела в то время по всей стране. Это был самый популярный коллектив. Женя, ты забываешь об одном, что тогда у каждого советского человека должна была быть правая книжка. Трудовая книжка. Я это помню очень хорошо. Вот. А поскольку, в общем-то, уйти было просто так, после дневного отделения человек получил в Советском Союзе высшее образование нельзя, то нужно было это открепиться. Открепиться можно было по нескольким параметрам. Либо по состоянию здоровья, либо по каким-то семейному положению, либо тебя переводили куда-то. Молодой специалист должен отработать три-четыре года. Безызвестный вообще химический факультет славится, наверное, музыкантами. На нём учился Александр Ситковецкий, где они с Валерием познакомились. На нём и учился Тимур из Аракс, Мертонашвили, который работал в той же химфизике в соседней лаборатории с Валерой, Тимур ушёл, будем говорить, в Аракс с такой статьёй. Он принёс справку, что у него была аллергия. И аллергия на что? На вату. И его отпустили. Поэтому переход этот был более болезненный, чем уйти и из непрофессиональных, профессионалы. Нет, это была стабильность, это уже был какой-то, будем говорить, не то, что стабильный заработок, а человек принадлежал организации. Это уже гастроли были более насыщенные, более открытые. И это была какая-то зарплата или это были гонорары за выступления? Нет, это была зарплата. У каждого музыканта было удостоверение, красное удостоверение, очень похожее на удостоверение. Чекистское. Чекистское. Жалко, я его не принесла. Есть, да? Она сохранилась, да, я тебе потом предоставлю. Она списана ребёнком уже нашим. И, значит, где стоял, значит, Росконцерт, не МОЗ, а Росконцерт, и стоял, значит, должность артист. Артист. И гонорар, значит, была концертная ставка. Значит, у ребят, по-моему, она была 10, 50, 12, 50. То есть это плюс к зарплате, да? За концерт. Нет. И вот это 12, 10, 50 ставка склонилась. Поскольку в день игралось по два концерта, или два отделения, одно отделение работалось кем-то из артистов Росконцерта, а второе отделение Машинное время, то в день получалось, будем говорить, 25 рублей. Фантастически большие деньги по тем временам. У меня стипендия 40 была. Да, да, ну, стипендия 40 – это 70-й год, у всех она 40 была, а это уже, будем говорить, уже 80-е, начало в 70-х. Вот, поэтому, по-моему, начинали они с 10, 10, 50 такой. И твой муж получал столько же, сколько Макаревич, то есть это была... Ровно. Они все получали ровно. Я не знаю. При том, что Андрей был официальным руководителем, да? Нет, официальным руководителем как бы был директор, был администратор. Это официальные единицы в коллективе. Был звукорежиссер, был режиссер по свету, были артисты сцены и были рабочие по сцене. И вот рабочие по сцене, они тоже получали какие-то деньги. Какие, я не знаю, но они тоже получали. Если в 70-х, в 76-м году, в 75-м году колонки таскали сами музыканты, крутили провода, то уже к моменту 79-го года уже были рабочие по сцене, даже когда они были не профессионалами. А когда стали профессионалами тоже. Поскольку я знаю, значит, к тому моменту мы уже с Валерой переехали в новую квартиру, и у нас был… Кооперативную? Да, кооперативную. Значит, и у нас был чудесный сосед Костя. Костя был сыном генерала КГБ. Обычный ТР нашего возраста. Ну, постольку… ИТР – это просто для слушателей. Да-да-да, инженерно-технический работник. Да, и мы с ним дружили, и в какой-то момент, значит, он перешёл работать вместе в машину времени, завпост или в рабочем по сцене. Он также ездил на гастроли, также получал… Зачем? Он был фанатом? Он был фанатом, ему понравилась эта жизнь, и он влился. Вот, проработал он года два-три, ну, дальше это уже неинтересно. Вот у него тоже было удостоверение, там было написано, значит, работник обстановочной части, вот, он получал тоже деньги и ездил на гастроли. А кто был официально, значит, возглавлял коллектив? Директор, я правильно понимаю? Директор. Кто был директором? Значит, директором, значит, будем так говорить, был Аванес Мелик-Пашаев сначала, он изначально был, так он с ними доработал до 81-го года, 80-го. Он после «Рогой синие птицы» в 82-м году ушёл, после публикации в «Самойской правде». Ну, я не могу немножко спутать, потому что анахронизм присутствует уже, безусловно. Вот. И сначала был директором Аванес Мелик-Пашаев, потом ему на смену пришёл администратор, Иосиф Лид такой был, и Ваня Бабко вместе с Валерой Голда. Вот Валера Голда официально считался директором, Ваня Бабко и Иосиф Лид считались администраторами. Вот. И вот Машина Времень, 4 человека на сцене, возила за собой весь этот обслуживающий персонал. Обслуживающий персонал, да. Валера, ну, я имею в виду не твоего мужа, а директора, и его жена Вера, по-моему, были близкими вашими друзьями, да, или не, или ошибаюсь? Да, Валера и Вера были близкими друзьями. Значит, будем говорить, Валерий Ильич сыграл большую роль, будем говорить, в нашей жизни. Я ему безумно благодарна. В общем, будем говорить, он спас нам нашего ребёнка. Валерий Джуниор, Валерий Джуниор, тогда младший, да. Потому что Валерий Ильич летал в Москву, там у него были свои дела, и неважно, где он, в Сибири или не в Сибири, на Кавказе, на Дальнем Востоке, ему надо было в один период времени, ровно 9 часов, быть в Москве. И он летал. И вот в один прекрасный день он прилетел, позвонил, как ты себя чувствуешь? А я была, ходила, ждала ребёнка, бегала работать на телевидении, водила машину, ничего не предвещало беды. И, значит, я ему пожаловалась на плохое самочувствие и собиралась ехать на работу. Он говорит, так, оставляешь машину, садишься в такси, приезжаешь вот сюда, и тогда тебя жду. И когда я приехала, я оказалась у порога больницы, чему я была крайне удивлена. Доктор посмотрел, меня и Валерий Ильич присутствовал, говорит, мы её оставляем. Меня уложили в больницу на сохранение. Я не знаю, что бы было, но Валерий Ильич, ему спасибо большое, в этом роддоме Валерии Ильича Вера Павловна родилась чудесная девочка, а не за два месяца до рождения Валеры Маленького. Поэтому Валерий Ильич был бессменным директором, хорошим директором. Мы дружили, очень вместе проводили много времени. Симпатичные очень люди. И Валер Маленький ещё у нас с Анечкой Голдой. Мы пытались их сделать профессиональными теннисистами, они у нас долго ходили, занимались теннисом. А где он сейчас, Валерий Ильич? Вы общаетесь? Да, ну я его видела на вот больших концертах у машины, мы обнимаемся в Москве. Но не в шоу-бизнесе, да? Нет, не в шоу-бизнесе, нет, нет, нет. Вот была упомянута фамилия Фессуненко. Мне интересно, существовал вот клуб жен машинистов? То есть вы как-то пообщались, поскольку ребята на гастролях, они же вас с собой не брали или кто? Ну, по желанию, почему? Я очень много ездила, очень много объездила я. Когда я была ещё студенткой, естественно, у меня было больше свободного времени. Когда уже я пошла работать, время было меньше. Но потом очень интересную историю расскажу. Нет, прямо сейчас можно рассказать. Потом отлично в вопрос. Значит, когда я закончила ВУЗ, дневное отделение, я с ужасом пришла на работу. ВУЗ надо только напомнить какой. Да, я закончила технический ВУЗ, технический институт. Отделение автоматизированной системы управления, которая совершенно не связана была с телевидением. Потом уже у меня специальность появилась. И сентябрь, мне надо ходить на работу. А сентябрь самое хорошее время, чтобы съездить на гастроли в Сочи, в Ялту. Всегда был бархатный сезон у ребят на юге. И, значит, мы принимаем решение, что делать. И я вот тогда подумала, я пришла к 8 часам на работу. Естественно, накануне мы где-то тусовались. Я хочу спать. Они все, музыканты, ложатся спать в 4, а мне в 8 на работу. Я пришла, села. И вот, наверное, когда люди попадают в армию, некоторые молодые, у них охватывает, я слышала ужас, что впереди 2 года. А меня точно такой же ужас охватил, что впереди вся жизнь. И вот так. И я подумала, нет, в этой жизни надо что-то менять. И в этот момент, сентябрь, октябрь месяц предлагают, как все ходили сотрудники министерств, институтов, ходили на картошку, на базу. И за это давали отгулы. Я бы никогда на эту базу в жизни не пошла бы, я бы ее, я там ни разу не была. Но здесь отгул, ты не до 3 часов работаешь на базе, а потом тебе еще дают отгул. И мы в результате с Валеркой решили. Я спрашиваю начальника, скажите, пожалуйста, а если я приду с мужем, мне 2 отгула будет полагаться? Говорит, да. Он что, у нас работает? Я говорю, нет, он не у вас работает. Говорит, хорошо, приходите. И мы с Валерой пошли работать на овощную базу. Перебирать капусту, картошку, морковку. И мне дали кучу отгулов. И я очень хорошо помню вот эту кучу отгулов. Это было у нас где-то конец октября, потом ноябрьские длинные праздники у нас были в Советском Союзе. Я присоединила, и у меня получился трехнедельный отпуск. И мы сели на машину и поехали в гостиницу Прибалтийская. Тогда в Питере была знаменитая после Олимпиады. Я вспомнила. Вот надо было тогда визитки в эту картошку класть. Эту картошку покупал барабайщик машина времени. Ну да, да. Да, да, да. Это было бы замечательно. А его узнавали или нет, Валеру? Или узнавали только Макаревича? Узнавали только Макаревича. За счет вот этой прически. Да, за счет прически, за счет внешности и за счет того, что все время еще он носил гитару. Что значит все время носил? Ну, как бы, он же часто появлялся где-то с гитарой. И иногда он... С акустической? И с акустической тоже. В кофре. А Валера... Ну, он с барабанами не ходил, я понимаю. Естественно, естественно. Вот. Но, в общем-то, где-то был узнаваем. Я помню, что в Сочи на пляже мы, Кутиков я и Валера Ефремов познакомились с еще неизвестным Газмановым Олегом. Вот. И он узнал ребят. И вот мы познакомились, можно сказать, не на сцене, а на берегу моря. Вот. А насчет клуб жен... Клуб жен существовал. Мы все были очень дружные. И вообще... А вы все это кто? Это стало быть Фисуненко? Лена Фисуненко. Жена Андрея. Андрея. Она дружила с женой Сергея Ковагу. Они были близкими подружками. Она входила в наш, будем говорить, клуб жен. А кто был женой Сергея? Тогда была Оля. Вот. Потом стала Маша. Вот. С Машкой мы, кстати, очень дружны до сих пор. Вот. Потом в клуб ходила Жанна Меликпашаева, жена. Жена Кутикова, жена Наили Короткого, который был звуковиком у Машины Венера. Вот мы... Уже я... Да, 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 да. По-моему, вот... Как-то мы вот все вместе собирались. Ребята уезжали. Мы их провожали. И собирались часто у Жаны. У нас собирались. Ну, те... Значит, у тех, у кого были отдельные квартиры. Квартиры, да. Да, да, да. И время могли зависать там по двое суток, если это в субботу, в воскресенье. У кого-то уже были дети. Приезжали с детьми. Дети маленькие между собой дружили, играли. В общем-то, ходили в театр, ходили в музей, ходили, помню, в зоопарк. Детей-то надо развлекать чужими. Да. Очень дружно жили. Очень дружно дружили. Музыку обсуждали? Ту, которую исполняют... Обсуждали. 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 Безусловно, обсуждали, поскольку интересно было. Новые произведения. Ну, значит, уже появилась студия ГИТИСа, где как раз вот был переход между непрофессионалом и профессионалом. Вот, постепенно уже вливается фагот. Обсуждаем стихи. Идем в театр. Ребята работали, значит, в театре юного зрителя в спектакле «Хрустальный зверинец». Это очень интересный проект. А что они там делали? Они сидели на сцене, они играли. Фагот читал. Играли вживую, я хочу. Вживую, вживую. Вот, значит, была написана музыка к «Хрустальному зверинцу». Когда я своего мужа упрекала по прошествии лет, мы с тобой не... Он не любитель театра, мы с тобой не ходим в театр и вообще никогда не были. Он говорит, как? Мы с тобой были в театре. Я, Рой, судорожно в голове, может, я что-то забыла. Ну, как же, говорит, я на сцене, ты в зале. Мы были в театре. Все нравилось, что делала «Машина времени». То есть все были такими, ну, поклонницами именно творчества. Мы сейчас не говорим ни про личные взаимоотношения, а про этот творческий аспект. Всем нравилась музыка? Думаю, что да. Я сейчас боюсь уже ответить за всех. Я могу ответить за себя. Мне нравилась музыка, поскольку, значит, я вникала, что пишется, как пишется. Вот. Уже нельзя было ходить на репетиции, что было раньше можно. С каких пор нельзя и почему стало нельзя? Не знаю, почему. Ну, уже появились постоянные профессиональные базы у них. Уже мы мешали. Уже они стояли. А до этого ходили? Ходили, приходили. Можно было посидеть на репетиции спокойно. Или если ты договариваешься, допустим, после репетиции куда-то пойти, мы приезжали и ждали, пока кончится репетиция. Потом мы перестали ходить на эти репетиции. Уже появились студии. Очень много они работали на студии ГИТИСа у Николаева, Олега писалось. Вот туда мы приходили, и вот там, будем говорить, был такой очень интересный клуб. Потому что они писались ночью, поздно вечером. В студии когда освобождались? В ночные часы же. И вот туда можно было прийти и посмотреть процесс записи, процесс создавания того или иной песни. Вот туда в этот момент влиялся Петя Подгородецкий. И вот момент, наверное, создания скачек, поворота. Вот это происходило вот там. Значит, я видела аранжировки, которые делал Петя. Вот. И он еще пробовал первые шаги в этом коллективе. И еще они не знали, возьмут, не возьмут, возьмут, не возьмут. Были сомнения между собой. А в чем были сомнения? Он же мегапрофессиональный человек, насколько я понимаю, как музыкант. Почему сомневались? Сомнения были в, значит, сомнения были в нужен клавишник, не нужен клавишник. А, в принципе, нужно клавишник. Да, да. Ну, уже поскольку это входило, они как раз вливались в Росконцерт. И в момент, когда они вливались в Росконцерт, Петя вошел в Росконцерт. Потом уже появилась Рыженко. Сергей. Да, 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 да. Очень спеть очень интересно и связана моя личная история. У меня подруга была, мы с ней дружили в 75-76 год, когда была яркая миграция евреев из России. Она была еврейкой, она была музыкантом, будем говорить, училась. Она с Валерой, они были мало знакомы. Вот, она уезжает. Связь между нами через года два прерывается. Прерывается, она нашла, будем говорить, наши отношения восстановились, ну, может быть, лет 10 назад. Она, я когда ей рассказывала о своей судьбе за этот период времени, естественно, мы смотрели фотографию. И когда она увидела Петю, она говорит, ты знаешь, я этого парня знаю. Я говорю, Алла, откуда? Говорит, мы с ним вместе учились в одной группе. А что за история с Поворотом? Потому что известно, что у Кутикова и Подгородецкого разные представления об авторстве самого известного хита «Машины времени». Что-то про это есть? Какое-то мнение? Вот у Марианы Ефремовой, допустим. Я затрудняюсь сказать, потому что я, когда была на студии, я же не могу сказать, что я была там постоянно, в какой момент возник. Но я очень хорошо помню, что Саша Кутиков наигрывал этот поворот на гитаре очень хорошо. И вот в моих воспоминаниях Петя, он был, но он ещё не работал в коллективе. Вот у меня картинка складывается, что сидит Кутиков, показывает этот поворот, а потом я уже вижу картинку, что там стояла пианино, и Петя делает какую-то аранжировку. Вот это я очень хорошо помню. Не могу сказать об авторстве. Понятно. Ну, Валерий Ефремов когда-нибудь пробовал сочинять музыку? Или ему вот как бы у него палочки в руках, и он стучит, и не заморачивается? Валера не пробовал никогда сочинять музыку. Валера вообще очень интересная судьба в плане музыки. У родителей, родителей его учёной никогда не было, у Валерия дома даже, будем говорить, инструмента, никогда не было магнитофона. И особенно родители к музыке не тянулись. Вот как в семье докторов химических наук мог появиться, но вот появился ритм, пунктуальность, аскетизм, наверное, вот привёл его туда. Я помню, вот будем говорить ещё, когда мы с Валерой познакомились, он уже как бы работал в високосном лете. С Кутиком. Да, с Кутиком, ситковецким. Историю, как он пришёл в високосное лето, я очень хорошо знаю. Виноват тот же университет, наверное, там и химиков готовили, а музыкантов. Вот. И интересное событие. Мы ещё, Валера жил в Мытищах, и мы ходили в парк, там, откуда он начинал играть. Он играл на танцах. На танцах в Мытищенском парке. В свободу от университета время. Это была такая подработка. И у него это неплохо получалось. Подработка в каких масштабах? Сколько это было по деньгам? Это можно было жить, скажем так? Если ты играешь четыре концерта в месяц, каждую субботу в воскресенье или два, значит, там в районе десяти рублей можно было. Надо порыться. У меня, по-моему, сохранилась какая-то тетрадь. Валерка же очень аккуратный, где он записывал вот эти концерты. Но это, по-моему, даже не... Бухгалтерская книга? Бухгалтерская книга. Это, по-моему, висок постного лета. Потом... Ну, я помню, что мелькали десять рублей, двенадцать рублей. Ну, в общем, платили и ни много, ни мало. Но, в общем-то, за месяц складывался дополнительный хороший заработок. И Валера никогда не близал ни в какие вот дрязги. Потому что дрязги возникали. Кто-то приходил, кто-то уходил. Он всегда был... Хранил нейтралитет или в семье вот это обсуждалось и у него было какое-то мнение по поводу того, что это неправильно, вот это вот надо было сделать так, не так? Жень, наверное, это будет более правильно спросить у Валеры. У Валеры же не спросишь. Валера никогда не дает интервью. Поэтому не надо здесь вот этот... Нет, я не спрашиваю, что именно он говорил. А вот было ли у него вообще мнение? Нет, конечно, у Валеры было мнение, но он всегда сохранял нейтралитет, но он всегда руководствовался как лучше в группе. Не личными отношениями с тем или иным человеком, а как лучше в группе. Не яркий пример машины времени, но яркий привет високосного лета, когда знаменитый Сережа Быков «Человек с умами», его нужно было бы просто... Светооператор, который совершенно был без слуха, без голоса, его надо было вывести из коллектива. Это было очень тяжело сделать. И это было сначала голосование, потом это было крики. И я видела, что Валера... Я человек, жалеющий, я говорю, может быть, это неправильно, там тихо дома. Он говорит, нет, правильно. Он разрушает коллектив. Поэтому у него всегда мнение было, что сохранить коллектив. Не личностное отношение, а коллектив. Уход Маргулиса это было какой-то, скажем так, травмой для машины времени? Или к этому всё шло, и про это никто особо не задумывался? Для меня лично, да. Но чуть меньше Маргулис сам по себе достаточно интересный музыкант, и что в группе он не мог бы так раскрыться, как он раскрылся в сольных проектах. – Безусловно. Я считаю, что время закончилось, Маргулис в машине времени. – А, ну то есть это закономерно был вопрос. – Да, я считаю, что да. Он яркая личность. То, что сейчас делает Маргулис, я восхищаюсь. – А вот про клавишников мы говорили, когда обсуждалось приход под Городецкую «Нужен клавишник, не нужен». С Зайцевым история. Общались вы с Зайцевым? Судьба самой трагической, как мне кажется, из всех музыкантов. – Значит, я упоминала Костю, соседа, сына разведчика. Значит, с прихода Зайцева ознаменовался, да, пришел полковник. Он носил шинель, его звали полковник. – Только потому, что он носил шинель. – Да. – Он до Газманова уже так много носил шинель. – Да, он носил шинель. Он вместо пальто носил шинель. У него был никнейм, как сейчас принято говорить, полковник. И полковник пришел, будем говорить, на сцене он был менее идиозным, но он был потрясающим музыкантом. И в коллективе он, наверное, лично для меня, он как музыкант представлял интерес. Как личность, я его очень плохо знаю, мы не были с ним близки. Но, опять же, что с ним случилось, мир тесен. В свое время меня мама отправляла в пионерский лагерь от своего министерства. И я дружила с девочкой, которая танцевала, вернее, училась в училище при Большом театре. Мы там лето были, родители как-то общались, они в соседних отделах работали. Я с Галей так, иногда мы перезванивались среди зимы, потом опять ехали в лагерь. Мы выросли, все друг друг забыли. И один раз мне, значит, уже влелся в машину времени сувенир. Они работали в Росконцерте с ансамблем сувенир. И разговариваем мы с Валеркой. Он говорит, да вот я летел там, рассказывает какую-то историю. И он говорит, и Галя, и почему-то я спрашиваю, Валер, вот 45-я интуиция. Я говорю, Галя, как выглядит? Ее фамилия Ермилова? Он говорит, кажется, да. Я говорю, как она выглядит? Он говорит, так-то. И я достаю нашу пионерский лагерь фотографий. Это она. Да. И эта Галя вышла замуж за нашего полковника. А наши мамы общались между собой. Моя мама и Галина мама. Вот. И то, что в последнее время творилось… В смысле с наркотиками? Да. Галя не выдержала, Галя ушла. То есть сама она не была в теме. Нет, что вы. Она великолепная женщина, хорошая мать. Нет, нет. Она ушла, она не выдержала просто этого. И Сашка остался один. Он переехал жить к маме в Чертаново, по-моему. И вот этот сосед Костя… Ваш сосед? Да. Он с ним дружил практически до последнего дня. По наркотической теме или нет? Нет. Костя выпивал, но они встречались, иногда ездили. То есть какие-то вот эти отголоски той работы в Росконцерте все-таки у них остались связь. И Костя иногда я когда спрашивала… Я уже уехала из той квартиры, и в этой квартире у меня переехала жить моя мама. И я спрашивала, что Костя? Говорит, к нему приезжал Зайцев. Вот. Так, говорит, мы поздоровались внешне вроде нормально. Вот. Ну, трагическая судьба, безусловно. Я не знаю, мне кто-то прислал ссылку на шоу, это шоу или нет битвы экстрасенсов. Ну, тогда фанаты «Машины времени» Саши Зайцева задали вопрос, когда он пропал. Его уже очень долго не было. Но потом его нашли. А второе, значит, будем говорить исчезновение, уже его не могли найти. И я хорошо помню эту передачу. Там была, значит, «Экстрасенс», по-моему, сейчас я вспомню. Да, Лидия Хигай, по-моему. Она очень интересную вещь рассказала, что… Ей показали карту, ее привели в эту квартиру. Значит, она кое-что сказала, ей показали карту. И она сказала, вот ищите здесь. И она показала на Владимирскую область. И нашли. Ищите здесь. И чуть она сместила координаты. И говорит, «Найдут, когда снег выпадет». А это был май. Вот такое. Когда его обнаружили, его обнаружили, по-моему, в пригороде Горьево-Юрьевица города. Это был ноябрь месяц. Только выпал снег. – Ясно. Ну, это трагическая история. Но в масштабе группы «Времени», по-моему, самым трагическим, как бы, был уход Сергея Ковагоева. Но вы не застали, да, его как музыканта? – Я его застала как музыканта. – Потому что Валера ведь сел на его место за барабаны, фактически. – Да. Но дело в том, что «Машина Времени» с мисокосным летом дружила. И даже были совместные концерты. Я это помню. Мы ездили в какие-то клубы, в какие-то дома отдыха, пансионаты. – То есть, вы с «Машиной Времени» познакомились задолго до того, как стали женой машиниста. Валерина, последний вопрос. Что вы делаете в следующую среду в это время, 14 часов, 14 ноября? Потому что у нас просто кончилось эфирное время, а мы даже не перешли к основной части беседы. Поэтому я спрашиваю, мы можем рассчитывать, что увидимся? – Ну, если вы хотите пригласить. – Нет, я приглашаю просто в прямом эфире, потому что мы даже не перешли к ключевым вопросам, к заготовленным. – Извините. – Нет, это мне было очень интересно. Надеюсь, что нашим слушателям тоже. У нас была Марьяна Ефремова в эфире. И мы увидимся через неделю, 14 ноября, в то же время, 14 часов. Спасибо вам. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok